Время новостей 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 Да вот такую вот! А знаешь, почему ни одна рыбёшка не была украдена? Почему? Потому что за этим наблюдала новая полиция. Да, это точно. Потому что на селфи новой полиции всё было запечатлено. Каждый рыбёшка. Каждый малёк, каждые 127 грамм. 25 грамм. Представляете, это вообще маникусники такие. Николаевский морской порт займётся сбором... Мальков из этого. Не долго музыка играла. Пройдёт акция под названием. Да, да, да. Так, друзья, продолжим. Николаевский морской порт займётся сбором использованных батареек для переработки. Вслед за главным представительством госпредприятия администрации морских портов Украины инициативу сбора использованных батареек для дальнейшей переработки подхватили в администрациях Ильичевского и Николаевского морского портов. А знаете, для чего? Просто у них там стоит Xbox, они там сутками играют, и батареек очень много расстаётся. И надо куда-то девать. Ну да, откуда у них, на самом деле. А мне кажется, что просто планируют закупить электромобили и электропароходы. И вот таким вот образом накапливают энергию просто. Ну да, это очень здорово. Наверное. Немножко ещё хороших новостей от нашего новоизбранного мэра. Итак, мэр Александр Сенкевич пообещал Николаевцам с особыми потребностями электронные билеты и низкополый коммунальный транспорт. То есть, не будут они заходить и говорить «я по льготам», а у них конкретно будет электронный билет Николаевца сначала для военнослужащих, социально защищённых граждан, чтобы льготы насчитывались им адресом. То есть, идёт речь о адресной конкретной помощи. Ну, наверное, это очень здорово с той точки зрения. Сама по себе инициатива, конечно же, хорошая, приятная. То, как она реализована. Да, что это будет под контролем. Не будет Артём заходить в мужу и говорить «я, извините меня, я пенсионер». Не, ну судя по лицу Артёма, то это похоже. Всегда уступают место. Да, думают, что я беременна. Присядь, сынок, тебе сложнее, судя по твоей улице. Да, в общем, мы будем верить, что всё именно так и будет, и люди, которые требуют помощи, её получат. Ой, вообще, моя любимая новость, немножко криминала. Яна такая опасная женщина. Да, в начале недели Николаевские ревнивцы выясняли отношения со стрельбой и кровью. Тут просто двухсерийный сериал. Днём 7 декабря, представляем сразу картину. Николаевскую полицию сообщили, в новую Николаевскую полицию, сообщили о похищении. У здания мэри мужчина силы затолкал в Мазду. Хорошая, кстати, модель. Чего у нас ободел? Мужчина модель была? Мазда, Мазда. Девушку и умчался в направлении улицы Садовой. Поиском занялись наряды патрульной полиции. К погоне подключился молодой человек к этой девушке. Ему она успела сообщить о происшествии, о том, что её увёз бывший возлюбленный. Нынешний возлюбленный догнал Мазду в районе Аляудов и начал стрелять по колёсам из ружья. Случайно у него ходил. Это Тимати клип снимал в Николаеве или что? Слушайте дальше. А это ещё не всё? Это вообще ещё не всё. Машина остановилась. Ну, отлично. Парень и прохожие помогли выйти девушке и 34-летнему водителю, у которого оказалась простреленная нога. То есть пуля достигла цели. Пуля на вылет, как ты сказал, нога на... Ну, девушку увезли, но во вторник, на следующий день, 8 декабря... Была назначена стрелка. Да? Ты как вон. Артём, ну... Ты же бывший, смиритель. Из больницы скорой медицинской помощи сообщили полицию о ножевых ранениях 27-летнего парня. Задержали подозреваемого и оказался бывший парень девушки подрезанного. Свой поступок он объяснил редкостью. То есть на следующий день они всё-таки... Всё-таки сквитались. То есть, ты как, извини, я как бы не прав, просто приревновал чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Поэтому... Он сначала его подстрелил, а тот его на следующий день подрезал. Мне кажется, это какая-то пиар-акция... Я хочу видеть эту девушку, ради которой это всё вот... Это Елена Прекрасная. А знаешь, как началось? Говорю, слушай, давай эту новую полицию разведём. Такой прикол придумал. Мне кажется, это пиар-акция нового Джеймса Бонда, Спектра. Ты думаешь? Да, что-то около этого. Потому что, ну, всё есть. Погони, девушка, багажник. Я уверен, что алкоголь в этом деле тоже фигурирует, как в лучших традициях. Потому что он стрелял по колёсам и попал в ногу. Цель зато по колёсам, просто уже меткость была чуть-чуть. С ружья, представляете, как круто. Знаешь, самое забавное в этой новости, то, с каким выражением ты её читала. Стреляли по ножовщине! Наконец-то, друзья, потому что что обычно? Просто формулировка. А самое смешное, что ему прострелили в ногу. Да. Яна... Вот такие вот новости, друзья, были у нас сегодня. То есть ты этой новостью заканчиваешь? Да, это на позитиве заканчиваем. Ну, все же смеялись, значит... Как-то так. Субтитры делал DimaTorzok